Год театра в России продолжается. В Приволжском федеральном округе ему посвятили большой фестиваль-конкурс детских и молодежных творческих коллективов. По результатам регионального этапа победителями стали театр Чебоксарского лицея номер 44 и студенческий театр Абрикосовый сад. Они и будут представлять Чувашию на окружном этапе. Такого масштабного проекта для любительских коллективов еще не было. Объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров. Задача фестиваля – театральное Приволжье. Победителем регионального этапа стал Межвузовский студенческий театр Абрикосовый сад. Постановка «Мой дедушка был вишней» в исполнении студентов Чувашского госуниверситета стала лучшей. Главную роль в ней сыграл будущий юрист Вячеслав Краснов. Мне нравится, когда ты выступаешь как актер для зрителя. Ты этого зрителя можешь чему-то научить. Этот зритель после спектакля может пойти домой и что-то обдумать. У него было какое-то важное решение. Например, какая-то мысль наткнула в этом спектакле на дальнейшее его продвижение. И это очень главное, мне кажется. Учить зрителя какой-то нравственности, может быть, морали. Не забывать добро, зло. На театральное искусство эти ребята тратят все свободное время. И не важно, что они играют – детскую сказку или серьезную драматическую постановку. Задача всегда одна – по-настоящему прожить свою роль. Театральное искусство среди студенчества развивалось всегда. Просто всплеск произошел в прошлом году, когда на базе Чувашского государственного университета появилась идея создать такую межвузскую театральную студию под названием «Брикосовый сад». И впервые в прошлом году 37 субъектов, представителей вузов, не только Превузской Федерации, приняли участие в этом межвузовском фестивале. Фестиваль продлится до 31 октября. Победители получат гранты на создание новых спектаклей. Напомним, все постановки региональных финалистов можно будет увидеть в эфире национального телевидения «Чуваши». В октябре мы покажем 28 спектаклей из всех регионов ПФО. Рифат Фаткулин, Юлия Важенина, Валерий Рязюков, Республика.